Убирай там тоже мошек полови, наведи порядок на клумбе. Скворцы очень любят улиток и это мне нравится. Потому что на моей клумбочке всегда очень много всяких маленьких улиточек. Они едят цветы. Скажи, я не ем. Я так просто по ним топчусь, да? Просто топчусь. Да? Чудорость чудесная. Таня пошла курить. Жак со мной? Я знаю, что ты любишь со мной курить. Как увидит сигареты, просто бешеный. Выхватывает. Очень любит с фильтрами играть. Давай иди сюда, ты там накакаешь. Нас потом будут ругать с тобой. Иди ко мне, смотри. Смотри, что я делаю. Иди. Иди. Я знаю, что ты любишь. Иди. Идешь? Я знаю, что ты такое любишь. Иди. Иди. Я тебя уже приготовила. Иди. Мы с тобой вместе заниматься грязным делом. Да. Вот. На оливке ты у меня еще не сидел. Конечно. На оливке обязательно надо посидеть. А как же. Вот это как раз для тебя. Смотри, не поломай только. Где ты там у меня замаскировался, дружок. Где замаскировался? Я тебя не вижу. Солнце светит. Не вижу, кого снимаю. Хорошо тебе тут сидеть? Хорошо сидеть, да? Хорошо сидеть. Устроился на домике. Тут же его любимое место. Он туда все свои игрушки прячет. В это место. Один раз украл у меня фильтр от сигареты. И улетел. Я так перепугалась. Думала про сиестер или про готито. Нет. Поигрался и принес обратно. В пепельницу положил. После этого я стала ему давать тоже. А то как только сяду курить, начинает выхватывать у меня из рук. Так я ему фильтр оторву. Я курю. А он рядом играет. Умный мальчик. Вообще я поражаюсь птицам. Не думаю, что он так быстро мог привыкнуть к словам. Мы с ним вместе. Какой день? Мы с ним вместе. Десятый день. Уже на второй день он стал понимать. Иди кушать. Иди ешь. Иди покушай. Иди ко мне. Иди гуляй. Я не думаю, что он так быстро выучил это всё. Скорее всего, какая-то у них есть телепатия у птиц. Что они чувствуют как-то на подсознательном уровне. Или мне так кажется. Но всё равно приятно, что он так быстро учится. Ты ж моя Слада, да? Слада как уняда. Слада ты моя как уняда. Было у меня тут такое уютное местечко. С красивыми подушечками. Чистенький столик. А теперь у нас тут... Ну, хотя тоже очень уютное тут с тобой местечко. Даже уютнее, чем с подушечками. Я тебе это очень скажу. Правда, может, не такое красивое. Выглядит бомжатское. Но зато душевное теперь. Душевнее, чем с подушками красивыми. И с новым зонтиком. Да. Покурим вместе, да. Да. Где твоя сигаретка? Вот такая у нас тут... Вот такая у нас тут забава. Нет. Туда нельзя. Я тебе чистенькую дала. У тебя вот есть. Да. Вот так мы курим вместе. Курим. Вот такие у нас дела творятся. Таня курильщица вместо того, чтобы бросить. Еще и нашла себе друга-курильщика. Не знаю, почему он так реагирует на сигареты. Как видит, все аж трясется. Так ему надо. Может, потому что видит, что я курю часто. Да. Сначала наблюдал. Что он такое там? Сначала в рот. Потом выдыхает. Думает, тайка я попробую. Нет, дружок. Давай я закрою, а ты себе ключ сломаешь там. Нет. Там гадость. Там невкусно. Там совсем невкусно. Там совсем невкусно. Не надо закрыть. Ах, как же тебе хочется достать. Как же тебе хочется достать. Вот так прикрою немножко, да. Все, одна есть. А, ты, может, назад хочешь в пекницу положить ее, да? Ну, ничего, пусть наверху лежит. Я потом сама положу. Я потом положу сама. Фу, она уже вся грязная и мокрая. Дай сюда. Дай мне. На, кушай вон. Кушай морковочку. Давай я заберу. Ага, заберешь у него. Давай. Будет по суше стол чистый. Я тебе тогда отдам. Чистую. А грязную кушать не надо. Вот. Занимайся. Занимайся. Давай поиграем. Эти букетик еще забыла сделать. Сегодня сделаю букетик. Прочитала, что врановые любят букетики. Из еловых молодых веточек елочка у меня есть. А дуванчики туда можно еще засунуть. Как я много нового с тобой узнаю, дружок. Никогда бы не могла подумать. Да, доставай. Никогда бы не могла подумать, что такое увлекательное занятие с тобой время проводить. Да. Ноготь ты мне уже один сломал. Хорошо, что мне скоро на маникюр. Поэтому не беда. Сидит Таня как бомжик здесь. Как бомжик одетая, с ногтями поломанными. Ну, счастливая. Это еще раз доказывает, что душевное общение дороже всех материальных благ. И ни одежды красивой мне не надо. И на маникюр мне пофиг уже. Если б тебя не было, просто так ноготь сломала, то сидела бы и переживала целый день. А так мне все пофиг. Иж бы тебе хорошо было. Магия. Как в той песне поется. Как приятно и забавно, что я очень нравлюсь вам. Ну, а вы мне и подавно. Вот и славно. Трам-пам-пам. Ах, сударыня, вы право согласитесь, что погода не такая, как всегда. Угу. Угу. Спадки. Ну, ладно. Вот так у нас утро проходит. Каждая поели, поиграли и спать. Угу. Наблюдаю за ним. Пересмотрела видео с самого первого дня. Как мы с ним познакомились и сейчас. Ну, заметно подрос малыш. Взрослеет. Ну, правильно, хорошо кушает. А это главное для растущего организма. Да, морковку мы хорошо лопаем. Пойду работать. Как всё закончу, натру тебе отдельно морковочки. А хотя нет, доешь сначала эту смесь, у меня немножко осталось. Потом натру. А ещё узнала такую информацию, что врановым можно давать сок морковный. Я себе давлю иногда. Вот, будешь кушать жмых и пить сок. Молодец, кушай. Морковки витаминов много полезных для роста. Я когда маленькая была, очень морковку любила. И вымахала. Под метра восемьдесят. Выкопала всё самое старое, что в доме есть. Все старые кофты какие-то. Это у мужа отобрала. Старые джинсы. И теперь вот так вот мы общаемся. Потому что кто-то у нас много какает. И часто на Таню какая-то. Ну, хорошо, что в прямом смысле, а не в переносном. Да, дружочек?